Девушки отдыхают 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 на международном уровне. Россия, Южная Америка, Китай и другие страны, где есть конфессии, ведут между собой постоянное общение и обмениваются опытом. «Люди из разных стран должны общаться друг с другом. И у меня есть большое желание, чтобы у нас в Пакистане проходил подобный форум, для того, чтобы наши верующие увидели, что во всем мире есть их братья и сестры, православные старообрядцы». «Старообрядцы выразили надежду на то, что проблема переселения в скором времени будет решена полностью. При возвращении в Россию старообрядцам обустраивают рабочие места, но пока не все могут снова жить и работать на родине. Они продолжают служить и за рубежом, популяризируют русский язык и сохранение культуры». Плов. Символ солнечного Узбекистана. О том, сколько видов плова существует и какой из них самый вкусный, расскажет наш соотечественник из Ташкента, журналист Денис Говорухин. Путешествие по Узбекистану завершено, пора подвести итоги. Все-таки в первую очередь это был гастрономический тур. Хотелось выяснить, где готовят самый вкусный плов и самую вкусную самсу. Понятное дело, задача не посильная для двухнедельного путешествия, необходимы годы для детального исследования. Но благодаря сарафанному радио я все-таки выбирал заведение, где еда была высокого качества. А вы знаете, что плов внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО? Это блюдо из риса, мяса, специй и овощей принято подавать на стол во время ежедневных приемов пищи, а также по особым случаям в помощь обездоленным и в дни поминовения усопших близких, отмечают представители организации. Начался тур в Бухаре. Есть там самса нестандартного вида, аладская. В Бухаре впервые я встречал такую самсу, она называется аладская, по району, которая находится в Бухарской области. Вот так она выглядит. Форма другая и тесто не слоеная. Стоит она 3000. Отличительная особенность это то, что внутрь аладской самсы кладут кусочек помидоров. Внешний вид бухарского плова вызывал восторг и желание как можно быстрее приступить к трапезе. А когда я его попробовал, то понял, что борьба будет сложной, если уже первый претендент заявил о серьезных правах на победу. В чем отличие бухарского плова? У нас плов все постоянно. Сперва мясо, потом морковь, изюм, глад и сверху рис, полуготовленный рис. А какой плов вкуснее? Ну, для меня бухарский плов вкуснее. Бухарский плов однозначно волшебный. Кстати, евреи, с древних времен живущие в Бухаре, придумали свой вариант плова. Он называется зеленый, потому что в нем кинза, петрушка, зеленый лук. Рецептов приготовления плова сотни, если не тысячи. В каждой области Узбекистана свой вариант. Что уж говорить о других странах. Есть мнение, что испанская паэлья это тоже плов. Существуют совсем необычные разновидности. Без морковки, без мяса и даже без риса. Да, экспериментаторы заменяют рис на гречку, перловку, булгур. Но я приехал тестировать плов традиционно, классический. Следующим пунктом путешествия был Самарканд. Здесь нас угощал чемпион Узбекистана 2013 года. Это плов приготовил чемпион Республики Узбекистана 2013 года. Зовут его Абдуманов. Настоящий самаркандский плов. И опять же стало понятно, что выбор победителя простым не будет. Вкус великолепный. Плов волшебный. Как и в Бухаре, самсу в Самарканде повезло попробовать необычную. Она не тандырная, из слоеного теста очень большая. И это не все. Ага. Помимо бараньего мяса, тут еще и кусочек курочки кладут. Чтобы уже точно клиент наелся. И... и помидорчик. Встречу с Хивой я ждал с нетерпением. Мне казалось, это будет незабываемо. Так и вышло. Город сказка. Но чтобы попасть в него, мне пришлось приехать сначала в Ургенч. Местный таксист, узнав, что я люблю самсу, отвез туда, где, по его выражению, готовят самую вкусную. А вот это была классика. Все по стандартным рецептам. Тесто, баранина, курдюк, тандыр. Вполне достойно. Настоящий хивинский плов. Мне рекомендовали попробовать в кафе, которое находится на территории бывшего керамического завода. Сюда специально за этим и приезжают. В хивинском плове, во всяком случае, в этом варианте нет нута. Горох такой желтый, большой. И тот человек, который готовил кафе, он сказал, что в хивинском плове обычно крупные куски мяса они не режут. Еще он не такой масляный. Здесь значительно меньше масла. Более рассыпчатый рис. И морковка порезана явно по-другому. Не соломкой, как в Ташкенте, в Бухарее и так далее. Ну и самое главное отличие, этот плов делается с говядиной, а не с бараниной, как все остальные, которые я покупал здесь в Узбекистане. Ну что могу сказать. Хивинский плов в принципе был неплох. Ему просто не повезло при таких-то конкурентах. Ну и я все-таки предпочитаю, чтобы в плове была баранина, а не говядина. Не волшебный. Кстати, а знаете, что правильно плов есть не ложкой, не вилкой, а руками? Надо будет как-нибудь попробовать. В современной столице Узбекистана, Ташкенте, я совершенно неожиданно для себя познакомился с идеальной самсой. Встреча была спонтанной, я оказался к ней не готов, а потому на видео не снимал. Есть только фото. С пловом же все было иначе. Планируя поездку в Узбекистан, я твердо знал, что обязательно побываю в месте, которое называют центр плова. Как может быть иначе, если я ищу лучший плов, а тут его центр. И вроде как готовят здесь лучшие специалисты. Масштабы впечатляют. Казан такой огромный, что в нем можно приготовить еды на немаленький такой поселок. И выглядит плов очень неплохо. Но это поток, конвейер. А при дегустации главного восточного блюда все-таки нужна и обстановка соответствующая. Впечатления были смазаны. Плов неплохой, но не волшебный. Так выглядит итоговый пьедестал. Первое место разделили Самаркандский и Бухарский. На втором Ташкентский. На третьем Хивинский. Но это мое субъективное мнение. Лучше все-таки попробовать самим. О понятии «русский мир» нам рассказал директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев. Когда говорят о России и о наших соотечественниках, часто используют термин «русский мир». Что вы лично вкладываете в это понятие? Если говорить о двух основных подходах, то первый подход, он трактует русский мир, прежде всего, исходя из мира русского языка. То есть там, где есть русский язык, там, где люди разговаривают на русском языке, там, где присутствует русская культура, соответственно, это и есть пространство русского мира. Есть вторая концепция, которая трактует русский мир как мир русской цивилизации. Она основана на русской истории, на русской культуре, на, конечно же, русском языке. Она, конечно, бесспорно невозможна в отрыве от русского государства, от российской государственности. И, конечно, там, основным таким очень важным элементом, одним из этих вот важных элементов, здесь каждый элемент очень важен, это как раз русские люди, живущие за пределами Российской Федерации, те самые наши соотечественники. Лингвоцентричный подход, там, русский язык, прежде всего, он, может быть, несколько сужает проблему, но в рамках именно вот такого подхода родилось понимание русского мира как сетевой структуры. Я, например, не считаю, что русский мир сводится только к владению русским языком, потому что можно говорить прекрасно на русском языке, и можно ненавидеть русскую культуру, ненавидеть Россию. Русский язык в отрыве от цивилизации, культуры, истории, зачастую работает против России, мы это знаем. На мой взгляд, соединение позитивных сторон и то, и другого подхода, он и дает нам возможность быть, во-первых, современными, технологичными с точки зрения наших возможностей, но одновременно базироваться на глубоком культурном цивилизационном базисе, да, без которого вообще ничего невозможно, без которого все распадется. Сергей Юрьевич, как вам кажется, какие инструменты наиболее эффективны для консолидации русского зарубежья? Наш сложный инфляционный век коммуникации, инфляционная составляющая, она является здесь одной из тоже таких основополагающих. Понятно, что без общения, без постоянного общения, без постоянного информирования друг друга о своих проектах, своих интересах, своих проблемах, невозможно добиться каких-то серьезных результатов. Я даже проще скажу, если мы проводим мероприятие, это мероприятие мы провели в маленькой комнатке, собравшись там десятером, и об этом никто не узнал, значит мероприятия по сути-то и не было. Если мы провели мероприятие в маленькой комнатке десятером, но мы включили интернет-технологии, мы попестили там всю сеть соотечественников через существующую систему об этом мероприятии, если мы поставили на это мероприятие какие-то серьезные дискуссионные вопросы, которые вызвали волну для обсуждения у других соотечественников, потом на основе этого обсуждения родились какие-то экспертные предложения, которые были поданы в конце концов на рассмотрение Всемирному конгрессу соотечественников, но это совсем другая история. Поэтому понятно, что СМИ здесь очень важны и против России, и против русского мира. Сегодня ведется зачастую, можно назвать очень своими именами, инвентационная война. И здесь работа средств массовой информации, их влиятельность, мы говорим в данном случае о СМИ соотечественников и СМИ российских, которые сотрудничают с соотечественниками, она крайне важна, потому что только через подачу правдивой информации мы можем каким-то образом этому всему противостоять. Если мы еще достучимся до простых граждан, это действительно будет очень важно. Поэтому масс-медиа в данном случае, можно сказать, превыше всего. Сергей Юрьевич, как вы считаете, наш проект соотечественники на канале Большая Азия может стать таким консолидирующим элементом для русскоязычного населения за рубежом? Любая инициатива, которая направлена на сотрудничество инвентационное с нашими соотечественниками, это очень хорошо. Мне очень приятно, что ваш телеканал начал реализацию такого проекта, который направлен на наших соотечественников. Я думаю, что мы обязательно будем с вами здесь сотрудничать. И я думаю, что те проекты, которые у нас будут реализовываться и которые связаны с инвентационным обеспечением различных мероприятий соотечественников, покажут, насколько мы серьезно относимся к работе. А я вижу, что мы к работе все вместе относимся очень серьезно. Полную версию интервью читайте и смотрите на сайте Большая Азия. Россотрудничество – главный государственный орган по работе с соотечественниками. Как осуществляется деятельность организации и какие проекты реализуются? Подробнее в сюжете Инны Изыхеевой. Во время телемоста с пресс-центрами Кишинева, Еревана и Минска руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала об успехах и особенностях деятельности организации, приоритетных ее направлениях и перспективах развития на постсоветском пространстве. Если говорить о сегодняшних приоритетах нашей организации, то я бы выделила в географическом плане, конечно, это страны СНГ. Это страны постсоветского пространства. И в условиях достаточно ограниченных ресурсов мы, основные наши и средства, и силы, в общем, пытаемся перенаправить в СНГ. Поскольку все-таки это ближайшие наши соседи. Это самое первое, о чем нужно сказать. А с соседями, как известно, нужно дружить. У России со странами СНГ общее прошлое. Сейчас же совместными усилиями идет строительство евразийского пространства. Важную роль в его создании играют наши соотечественники. Им в агентстве уделяют большое внимание. Ежегодно в разных странах мира для соотечественников проводятся мероприятия. Фестивали, спортивные турниры, вечера, посвященные памятным датам истории и культуры России. Практически каждый год есть юбилеи каких-то писателей, ученых, художников, которые мы проводим во всех странах. И выставки, и какие-то музыкальные мероприятия. Наши мероприятия музыкальные и прочие культуры, они камерные. То есть мы их делаем на небольших площадках, мы делаем у себя. Это не Министерство культуры с гастролями Большого театра. Но, тем не менее, это тоже очень важные и значимые такие вещи. Одним из самых массовых мероприятий, проводимых соотечественниками за рубежом, стал Бессмертный полк. Международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны находит понимание и поддержку по всему миру. Благодаря нашим соотечественникам все большую популярность набирает праздник День любви и верности. Взаимодействие идет по разным направлениям. Что касается образования, Россотрудничество дает возможность иностранным студентам получить российское образование бесплатно. Ежегодно набирается до 15 тысяч студентов. Среди них третий стран СНГ. Лидеры по числу заявок на обучение – Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Казахстан. Практически по всем странам СНГ у нас существуют так называемые дорожные карты. Мы представляем практически все, мы знакомы со всеми школами, университетами, где есть русский язык, где есть русскоязычные компоненты. Мы работаем с учителями русского языка. В данный момент во многих странах работаем с учителями-предметниками, поскольку есть потребность в более качественном организации обучения по определенным предметам. Практически во всех странах есть совместные университеты. Поэтому база огромная на самом деле для сотрудничества. Российское федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному содружеству в этом году отмечает десятилетие со дня основания. Россотрудничество представлено почти в сотни стран мира. В планах до 2020 года увеличить количество представительств и российских центров науки и культуры. Мир глазами наших. Хотите узнать, как российские соотечественники за границей устраивают свой быт, где работают и как отдыхают? Смотрите нашу рубрику «Благосфера». Здорово! Всем привет! Всем доброе утро! Всем привет! А в Токио сегодня природный катаклизм. Всем привет! Всем доброго времени суток из Тбилиси, а конкретнее с Блошиного рынка. Абудаби, 10 часов утра, и у нас впервые за 10 месяцев наконец-то пошел дождь. Если вы живете за рубежом, снимаете видео о жизни русскоязычного сообщества и хотите, чтобы мы показали ваш блог в нашем тележурнале, присылайте свои материалы на наш электронный адрес info.sobakabigasia.ru Мы покажем ваш ролик в программе «Соотечественники» и на сайте «Большая Азия». Привет, друзья! Я с вами Наталья Мир, и мы находимся в Таиланде. Как вы уже поняли по нарезочкам, у нас идет тайский Новый год. Да, он только начался. Прошло 2-3 дня, осталось еще 3 дня. 3 дня тайского Нового года. Я сейчас запишу это видео, потому что ни телефон, ни камеру без чехла носить не буду. И, естественно, на тот момент, пока вы будете смотреть видосик, Новый год у нас уже пройдет. Что же такое тайский Новый год? Это когда обливаются водой. Все, туристы, тайцы, и вообще все-все-все-все-все, как игра снежками у нас зимой. А для чего они обливаются водой? Ну, для того, чтобы как бы очистить карму. Мажут тайком, чтобы еще раз умыться, чтобы так же очистить карму. И так как Таиланд жаркая страна, еще говорят, что они поливаются всю неделю водой для того, чтобы призвать дождь, потому что март, апрель – это самые жаркие месяцы. И после апреля, после новогодних праздников, поливаясь всей водой, начинается сезон дождей. Поэтому вы смотрите видео, в конце пишите обязательно ваши комментарии, ваше мнение, как вы относитесь к тайскому Новому году. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальчики вверх постоянно. Ну, кому не нравится, конечно, дизлайки можете ставить. И пишите комментарии. Критику смотрю. Все. В общем, я опаздываю. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok